Всем привет, с вами Павел Мясников и мы продолжаем проходить Хеллгейт Лондон. И прошлая серия оказалась, это мягко можно сказать, неудачной. Да, но так сказать это вообще ничего не сказать. Я потратил столько времени. Ой-ой-ой. Ужас, короче. Времени я дохрена угробил. Ничего не сделал. Прошел каких-то два мини-квеста и всё. Так, что-то игра стала подвисать. Странно вообще. Так, сейчас я хочу посмотреть, сколько мне там не хватает, чтобы модифицировать. А именно мне не хватает одного наношарда какого-то. И может я его сейчас выбью, если разберу вот этот вот предметик. Да. Ну что, получил я наношард. Хрен его знает вообще. Включить урона на такс, 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 такс. Я не понимаю, почему-то я разбираю. Такой вроде бы казалось крутой предмет, а вот наношард всё равно этот не выпадает. Хотя... Да, это очень, конечно, проблематично. Так. Техника раскалывания. Чертёж. А ну-ка, чертёж, чертёж. Вот чём мне интересует. Он... Какую характеристику имеет. Да, он не для меня, поэтому я его, в принципе, могу без наказанности для себя продать. Вот и всё. А доспехи тут? Доспехи все дерьмовые, ладно. Тогда я отправляюсь... На... Именно ту станцию, которая сейчас мне нужна. О, там плеер-страж что-то ходит про базарик. В подземельях Лондонского метро можно встретить стражей из разных рас. Их задача любой ценой защищать выживших. Первейший долг стража противостоять нашествию демонов. Она... Начито стражи боят и францесские птицы. Начито стражи живут на тех станциях, которые обороняют. Понятно. Ну всё, можно отправляться, в принципе, на Дайинг-стрит. И придётся заново пойти в карту Гуайт-Холл, которая полностью теперь изменена. Это, конечно, не очень круто. Так. Либо внизу, либо наверху. Ладно, сначала вверх обследую полностью. А потом уже туда на низ пойду. Ловись, рыбка большая! Ловись, рыбка маленькая! Демоны, дохните! Я вас буду жрать! Опа! Редкий мучитель! Ни хрена, ребята! Блин, а он как раз огнём бьёт, мою слабость чует. Так, ну... Редкий, нередкий, но сдох ты конкретно. Так, ну тут вроде прохода нету. Но всё равно можно, да, обследовать до конца. Так. Проблема в том, что когда я использую навык на четвёрку, я слишком сильно замедляюсь после этого. Это действительно очень большая проблема. Так, мне было как-нибудь время засечь. Сейчас, секундочку. Стою на месте, бью. Так, десять, четырнадцать. Нормалёк. Сегодня вообще день халявный. Спар отпустили. Супер. Вот могу и серию, в принципе, заснять. Правда, пока ещё просмотры не набегают. Хоть и подписчики приходят, приходят, уходят. Вот с просмотрами у меня основная проблема. На новые серии не очень быстро они набираются. Но, в принципе, чё я могу ожидать. Качество видео ещё подхрамывает. Я подхрамываю. Надо вот небольшой хоть какой-то талант иметь. А я только вот развиваюсь. Кому-то легко даётся, кому-то тяжело, но... Чей это вот дело люблю. Прикольно так. Сидишь, разговариваешь сам с собой. Чувствуешь себя психом. Вообще супер. Хоть психушку вызывай. О, мучитель. Раньше их не было, кстати. Монстров здесь очень много. Тут, наверное, где-то 100 различных видов монстров. Не похожих друг на друга. Таких вы вообще ни в одной игре не встретите. Игра вот этим очень сильно поражала. Особенно в то время. Да что в то время? В неё и сейчас играют. Правда, большинство уже по интернету. И именно в Hellgate Global. Так. А вы давайте-ка разлетайтесь, ребята. Третья серия за один всё-таки идёт. Помпочки. Новый предмет, да? И что же ты даёшь? Фактический урон от шипов единица. Меткость плюс 4. Ну хорошо, меткость плюс 4. Дальше что? 48 удачек, как ни хрен убирается. То есть предметы будут реже выпадать. Увлечение запаса здоровья на 5%. Да и стоит он побольше, в принципе. Нет. Если так в среднем, то так же. Ладно, вставлю. Чё мне отберять? А, блин, 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 блин. Жизнь несомненная вера. Без сомнений, подобной смерти. Что он написал? Подожди. Жизнь это сомнение. Вера без сомнений, подобной смерти. Крутые слова. Запомню. На будущем. О, внешний вид изменился. Я стал немножко потемнее. Но меткость увеличивается до 24. Это вообще очень круто. И броня ещё увеличилась. Так что ладно. Чтобы не было повадно, я их удалю. Вот так вот. Так, свинтовочка. Отлично. Да когда ж мне редкий осколок-то выпадет? Интересно. Что мне ещё надо разобрать, чтобы он выпал? А, вот мне он туда надо. 310 теперь хп. Что за бред? Потому что даёт мне 5%. А, мне те штаны давали 5% хп. Понятно. В общем, я себе броню повысил, хп унизил. Ну и ладно. В принципе, это всё окупается. Броня важнее хп. О, отлично. Мне повезло. Я нашёл Даунинг стрим. Везение это основная черта в Хеллгейт Лондоне. Без везения вы никто. Терпение и крепкий щит. Вот секрет победы. Джордж. Да. Да-да. Джорджи, ты где? Ладно. Что это за место? Терминал. А у меня разве был квест на Даунинг стрит? А ну-ка. Да, я ж там какой-то квест в прошлой серии брал. Вот она. Ладно. Терминал, так терминал. Без проблем, в принципе. Фурия! Ты не забывай, что я меч прокачал. Ну всё, Джилла я квест выполнил. Но вернусь я к нему, конечно, попозже. Чё я буду так быстро возвращаться? Мне надо на тысячелетнюю битву отправиться и там побеседовать с демонами. И как можно больше бабла накопить, чтобы редкое свойство мечу добавить. Не знаю, сколько максимум редких свойств можно. Я вот там вот погуглил. Так что то, что я говорил в прошлой серии, было правдой. Крипы, чем больше разница в уровне, тем крипы сильнее. То есть, если они сильнее на один уровень, там примерно будет на 5%, а я думал на 10. То есть, на 5% они будут сильнее. Мы будем на 5% меньше наносить, а они нам на 5% больше наносить урона. Вот такая вот системка. А если мы, соответственно, больше, то мы на 5% меньше получаем, на 5% больше наносим. Вот так вот. Если кто-то, кстати, сможет, советую вам поиграть в TomGate Global. У меня руки до этого не дошли, я не такой умный. Но если у кого-то мозгов хватит, то не жалейте и поиграйте там по интернету с друзьями. Очень интересная игра. Мрачный мусорщик. Мусорщик, не грусти. Ох, нихрена, откуда у тебя столько силы, баранка? Пиздец. Он же всего 13 уровня. Че, ёбнутый, блядь? А он, походу, к огню иммунен полностью. А у меня... Пиздец. Здесь покоится чебурек. Лебанушка, блядь. Так, ладно. Вот такая вот система воскрешения. В общем, я первый раз умер. Да уж. Штрафов вроде никаких тут нет. Надеюсь. Насколько я помню, вроде нету. Но этот тип, походу, он полностью иммунен к огню. Так, вот я воскрес. Мне надо что-то с ним придумать. А у меня другого оружия, по идее, сейчас нету, да? Придется надеяться на себя. Здесь покоится чебуречек. Чебуречек. Вот он. Вот она. Крысиная нора. Лебанерот. Ну, я его никак не убью. Он слишком мощный какой-то. Если я его не могу убить, значит, надо его просто пробежать. Не, ну это что-то не... А, вот что он наносит урона. Он вот так вот появляется. Это мне и так тут трудно жить. Идите нахер. Слышишь? И нахер, блядь. Гондоны, блядь. Вот если я в течение трех минут еще... А, у меня еще пассивка неактивна. Вот в чем проблема. Надо ее быстро активировать. Тихо-тихо, брат. Может, на тебя будет стан хоть работать? Как же мне тебя умотать-то? Твари-то. Тихо. Не знаю, если тут такие сильные крипы... Ну, прикиньте себе, как сейчас игра бы на самом сложном уровне. Ты как с таким драться? У него, наверное, полностью иммунитет к гню. Скорее всего, надо оружие брать больше на физический урон. А не на огненный там или еще какой-то. Или вот будет как с мрачным мусорщиком ебанутым. Блядь. Это какой-то пиздец, нахуй. Если я умру в течение двух минут, мне, скорее всего, что-то за это сделают. Так, надо ману срочно переставить с девятки на Y. Вот так. И... Шприц-инъектор надо заменить. Отлично. Тихо, тихо, брат. Тихо. Спокуха, спокуха. Давай, 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 выходи. Самый сложный босс, которого я пока встречал. Мучитель мусорщики. Ебань, блядь. Охренеть. Так, так, давай пока с тобой разберусь. Бесполезно. Того я не достану. Надо будет с собой гарпун носить какой-нибудь. Отлично. Мусорщик, мусорщик, подходи, подходи, братан. Подходи, получай пиздюлей, блядь. На, блядь, нахуй. Так, вот так, вот так, вот так, мразь. Спокуха. Спокуха, братан, спокуха, блядь. Тихо. Лишь бы только не сдохнуть сейчас. Так, у меня же термоурон к огню вообще повышен. Но я его скоро убью. И скорее всего, из-за такого сложного типа, какой-то должен крутой предмет выпасть. Я вам просто ничего не сношу, вот и все. Правда, что во всем такова. Тихо. Да, как я и предполагал, он... Давай, 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 братан. Тихо. Тихо, брат, тихо. Ебаный, блядь, рот, пидорас, ебаный. Сука. Ебаный, блядь, блядь. Ну все, пизда тебе, сучара ебучая. Ну он же с полными хп воскреснет, гондон. Блядство. Нет, пока я его не убью, я не успокоюсь, реально. Я его убью, эта серия, наверное, будет последней, потому что мне он уже заебал. Где ты, блядь? Ебаный мусорщик. Сука, все, что ли, блядь? Вдох. Пиздюк, ебаный, блядь. Секун. Интересно, чтоб с него выпало. О, отлично, в локацию провалился. Вообще супер. Переглюки такие вот начались. Хорошо жить, да? Блядь. Че ж он такой сильный, мразь? Скорее всего, у него реально повышенный урон просто от огня. Точнее, защита. Ёб твою дивизию, блядь. Ну, появись же ты, сука. Я ж тебя почти умотал. Сука, мне тебя здесь ждать. Так, вот меня уже встречать идут. Отлично. О, у него хп почти что на том же месте, что и были остались. Чистое везение у меня. Блядь, ну мне с вами двоими-то не справиться, пидоры. Мне бы его одного-то умотать. Отлично. Папе, может у тебя стан действует? Мусорка. О, на него, походу, стан действует. Вот в чем дело. Давай-давай, встанься, встанься, сучара. Отлично. Блядь, ушел со стана. Ладно, сейчас еще разок. Чисто он от стана просто оглушается. Вот вторая магия меня вот в этот момент спасла. Не зря я ее качал. Че ж я раньше-то не додумался. Ну, сука, умри. Теперь-то ты для меня ничто, пидора. Сука, куда ты исчез? Куда ты исчез, блядь? И что, все, что с тебя выпало? Ты меня два раза угандошил. Вот мразь. Мразота, блядь. Такое дерьмо выпало. А я его столько гасил. Только пол серии потратил. Да уж. Победитель по жизни, короче. Ладно, на этих внимания надо мне обращать. Бежать. Ага, дадут мне пробежать. Хотя, ну, ни выбора нет. Вот он, Даунинг-стрит. Но че-то он на Даунинг-стрит совсем не похож. Значит, отсюда есть выход в тысячелетнюю битву, по ходу дела. Давайте драться. По сравнению с тем мусорщиком мы вообще никто. Да, локализаторы, конечно, любят тут подшутить. Уже не помню, по-моему, в первой серии или во второй там обнаружился какой-то тип, которого как-то матом звали прям. Хорошие разработчики, кстати. Не, я не понял, а что я здесь вообще делаю? Так-с. Разобрать. Надо забрать. Разобрать. А это что? Да мне не надо, к сожалению. Так-с. Редкий, да, без? Хорошо. Полезный навык на двойку, но я его все равно качать больше не буду. Потому что у меня четверка есть, а когда я четверку прокачаю, тогда вообще неуязвимым буду. А если вот будут подобные враги, тогда я буду просто на двойку нажимать и встанить их. Временно. Так, погнали, ребята. Так, без заклинатель. Давай, умирай-ка. Отлично. Тринадцатый уровень. Ура! Хорошо. Наверное, так серию и назову. Тринадцатый уровень. Потому что столько мучений было, пока его достиг. Да, мне, походу, не сюда. Это просто обычный портальчик, где я могу прокачаться. Я насчет этого точно не могу сказать. О, у меня опять аура спала. Я и думал, что-то я как-то слабовато регенюсь. Так, чтобы я ее быстро мог активировать, перенесу-ка я ее на панель управления. Пусть будет. Ну и можно, в принципе, вот это кручение прокачать. Я его достаточно часто использую. Но на следующем она будет вообще еще сильнее. Так, ну я хотел в силу воли вкачаться. Который до тридцати тогда дойдет. Пригодится все равно. Ну, в принципе, все. Так, как мне тогда на тысячелетие битвы выйти. Для этого я понять не могу. Но этот портал, скорее всего, просто для фарма создан. Вот, все. Так, фурия, ты давай-ка это. Умирай. Молодец. Хорошая фурия. Начинаю, допрыгиваю. Следующая, наверное, пассивку свою прокачаю до седьмого уровня. Точнее, до шестого. Седьмой мне меч дает. А меч мне по-любому потом придется менять. Так что буду считать, что шестой уровень у нее. Будет. Будет. Когда-нибудь. Ого, как быстро ты восстанавливаешься. Мне бы так уметь. О, вот она, битва за тысячелетие. Отлично. Вот я ее и нашел. Вот она. Вот она. Что же здесь будет, интересно? Может, какая-нибудь заставка? Хренов два. Опа, нихрена себе, локация красивая. Кто ты? Кто ты? Ух. Командир Юга. Один человек. Мы на крае гибели. Нам присалим всего одного. Надеюсь, тамплиер для настоящего героя, иначе мы все сдохнем. Можешь наладить автоматическую систему обороны. Может, мы и продержимся. Может быть. Отыщай этот район, тамплиер. Возьми все полезное, что найдешь. Надеюсь, столько орудий, сколько тебе удаст. Налазь столько орудий, сколько тебе удастся. Чтобы выжить, нам понадобятся все. И еще, наверное, чудо. Впрочем, ты, тамплиер, не выглядишь размазнёй. Но еще бы я размазнёй выглядел. Вот мне интересно, если я сейчас серию завершу, что тогда будет. Но я ее все равно сейчас завершу, поэтому... Тут такие замесы крутые происходят. Но мне придется эту серию прекратить. Отправиться назад сейчас. А квест этот я завершу уже попозже. Сейчас я сдам свой квест. И посмотрю, могу ли я сюда быстро потом келепнуться. Такс. Джилл. Отлично. Все получилось. Спасибо. Опа, нихрена себе рукавицы мне ты даешь. Красивые. Ну все, у него я выполнил задание. Сейчас я вот эти все предметы разберу. А не, вот еще что крутое я нашел. Чуть не разобрал пояс. 7-8. Повышение скорости рукопашного боя на 1%. Восстанавливает здоровье 29 минут. Отлично. Хороший предмет. Хороший. Блин. Тихо, тихо. Теперь у меня восстановление здоровья почти в норму вернулось. Так, тебя, значит, могу тебе разобрать. 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 Вот черт, я походу разобрал то, что они... А, не, вот они перчатки. Так, повышение скорости рукопашного боя на 2%. Рукопашный, это, я надеюсь, не руками драться, а именно мечом. Да, надеюсь. Плюс 18 защиты с использованием щита. Отлично. Круто. Так, можно одевать. У них как-то меняются внешние эти перчатки. Ну да, мои выглядели вот эти покруче. Ну да, пофиг. Теперь могу их разобрать. Вот это могу разобрать. Вот это разобрать. И вот это разобрать. Отлично. К сожалению, редких осколков я еще пока не нашел. Ого, дополнительный критический урон 40%. На себе, а ну-ка. А ну-ка. Я надеюсь, могу его переставить сюда. Блин. А не могу вроде. Нет, не могу, да? Вот, черт. А такой крутой предмет нашел. Вот поспешил, людей засмешил. Хотя может быть... Хотя может быть... Например... Например... Так. Стоимость удаления модификаций. Я надеюсь, удаление это... Мне их вернут, да? Все отлично. Теперь все хорошо. Так, а у предмета теперь обратно уровень 59 стал, да? Ну, ничего, ничего. Сейчас я верну сюда модификации все свои. Уточнее, не все, а вот. По площади ущерб. 6 термоурона. Хотя, может, еще что-нибудь покруче найду. Дополнительный критический урон плюс 40. Это обязательно. Вот так. Теперь 138. Как на правой, так и на левой руке. А, не, на левой у меня почти 158 даже. Я-то думал, он мне шанс даст. Ну, ладно. В принципе, тоже неплохо. Сейчас я погляжу, может, здесь еще что-нибудь крутое продается. Разное. Дорогуша, дай мне что-нибудь крутое. Удар по щиту. Честно, ты одно говно продаешь. Блин, ладно. Пока нормально, в принципе. Живы будем, не поморем. Славно смотримся вдвоем. Так, давай, ладно. Термоурон тебе верну. Теперь у тебя 68 атака. И вот, 73. Все хорошо. Теперь все круто. 79, да, вернулась моя атака, старая? 73. Уменьшилась, что ли? Или она такая была? Ладно, я потом пересмотрю, запомню. Так, ну, в принципе, это можно сейчас заканчивать. Только вот... Докончу поглядеть. Легендарное свойство стоит сейчас 16 тысяч, а на щите 9600 мне, в принципе, хватит, чтобы свой щит прокачать. Что у него теперь крутого стало? Критический урон. Ну, что тогда увеличилось, мне похер, что. Вроде там удар щитом стал больше, да? Да, вот, теперь у меня удар щитом на 4 прокачан, потому что щит мне вот так вот дал. Легендарное типа свойство. Ну, ладно, всем спасибо за просмотр, с вами был Павел. Подписывайтесь, конечно же, на канал, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Увидимся в следующих моих приключениях. Всем пока-пока. Тру-лю-лю. Тру-лю.